Встречу с старшими многоквартирных домов, как говорили, разговор был предметным, состоялся ли разговор, с чем обращаться? Разговор состоялся в три раза дольше по времени, чем предполагали прекрасные люди, руководители советов многоквартирных домов. Мне кажется, мы нащупали с коллегами ту конструкцию, тот формат, который действительно позволит нам наладить конструктивный диалог по жилищно-коммунальному хозяйству между теми, кто на земле, между жильцами и теми компаниями, которые зачастую не совсем добросовестно относятся к своим обязанностям. Надо отметить справедливости ради. Мы огульно не хотим всех негативно под общую гребенку как-то перечислять, позиционировать. Есть прекрасные управляющие компании, но есть те, которые воруют, которые подделывают протоколы общих собраний. Не хочется все это перечислять, это негатив. Но, честно говоря, то, что идет постоянно к нам в тысячах обращений, именно в тысячах, это все звучало в обращениях советов многоквартирных домов из Красноярска. Совет многоквартирного дома, мне кажется, это формат, который действительно заточен на будущее. Мы проводим разное, в том числе масштабное, слушание по жилищно-коммунальному хозяйству. У нас профессиональные люди этим занимаются много лет. И, например, Галина Петровна Хованская, депутат Государственной Думы, многие другие. Надо отметить, что совет многоквартирного дома и союз таких советов МКД, это может действительно, с нашей точки зрения, оказаться правильным форматом общения. Получением постоянной, регулярной обратной связи от тех, кто на земле. От имеющихся правонарушениях, обычных, единичных, немассовых, и о том, что имеет, наоборот, какой-то массовый масштабный характер. И все это исправлять, вплоть до внесения изменений в федеральное законодательство. Очень серьезная, я бы сказал, этапная встреча. Сотрудничество с советами МКД многоквартирных домов будем продолжать. И, более того, опыт Красноярска, имеем в виду, интегрировать на всю Россию. Конечно, это не одномоментная ситуация, но, думаю, что наши планы вполне могут быть реализованы буквально в обозримом будущем, в течение ближайших месяцев. Это встреча, разговор с продолжением.